Здравствуйте! Вы смотрите программу «По существу» в студии Татьяна Молокова. Сегодня у нас в гостях министр труда и социальной защиты Чувашской Республики Сергей Дмитриев. Сергей Петрович, здравствуйте! Добрый день! Сергей Петрович, давайте в конце года подведем некоторые итоги на рынке труда, на рынке социальной защиты. Как сейчас можно охарактеризовать ситуацию на рынке труда Чувашской Республики? В целом, можно сказать, что год и на рынке труда, и по реализации мероприятия социальной защиты, он прошел сложно, напряженно, но мы выполнили все свои обязательства перед нашими гражданами. То, что касается ситуации на рынке труда, ну, конечно, благодаря социальной, стабильной обстановке, в социальной, стабильной экономической обстановке, ситуация на рынке труда сохраняется положительная. Ну, мы выделяем ежегодно на реализацию различных мероприятий в области содействия занятий населения около 380 миллионов рублей. В текущем году тоже мы эти суммы выделили. Куда они идут? Они прежде всего идут на выплаты пособия по безработице и, соответственно, по другим направлениям. На профессиональную ориентацию, на переобучение безработных, чтобы они, получая профессию, новую профессию, могли трудоустроиться в целом. Если взять по сравнению с другими субъектами, мы в Приволжском федеральном округе находимся на третьем месте. Ну, это стабильная республика, это место занимает. Уровень общей безработицы у нас планируется на уровне 5%. Это тоже неплохой результат. Мы, наверное, помним, в 2010 году республика занимала по этому показателю одно из последних мест в Приволжском федеральном округе. На одного безработного на сегодня приходится 4 вакансии. У нас 4 тысячи безработных, около 17 тысяч вакансий. И самое важное, средняя зарплата по вакансии у нас составляет более 17,5 тысяч рублей. И здесь можно сказать, что мы ежегодно планируем трудоустроить 42 тысячи граждан Чувашской республики. У нас такой план, мы себе эту планку не снижаем. И 42,5 тысячи граждан мы в этом году трудоустроим. Так что добро пожаловать в органы службы занятости населения. Мы готовы оказать содействие. То есть работа найдется для любого, для каждого? Кто желает работать, приходит не вставать на учет, а приходит искать работу. И для каждого мы можем подобрать подходящую работу. Если не сможем, то поможем обучить и поможем трудоустроиться. Все равно найдем управление. Все равно найдем, все равно трудоустроим. Без работы не останется никто. Сергей Петрович, ну вот весь год были достаточно... Такие не очень приятные сообщения от концерна «Тракторные заводы». То есть у них работа, то они на неполную трудовую неделю выходят. Вот как сейчас ситуация? Потому что там произошли некоторые изменения в концерне. Да, ну прежде всего хотелось бы отметить, что концерн «Тракторные заводы» имеет очень высокую как экономическую, так и социальную значимость. Там работают чуть менее 9 тысяч жителей республики и работают большие профессионалы. Мы ведем еженедельный мониторинг. Были обращения в адрес президента Российской Федерации, чтобы именно он вмешался для того, чтобы именно стабилизировать ситуацию на «Тракторном заводе». И в середине года у нас было принято решение, что управление концерном «Тракторные заводы» передать госкорпорации «Ростех». У главы Чувашской республики на совещании уже обсуждались планы выпуска продукции на 2018 год. Таким образом, здесь можно говорить о том, что предприятие будет работать. Как у нас ситуация с долгами по зарплате обстоит к концу года? Ну, если взять несколько цифр, то есть, потому что для того, чтобы как-то оценить, нужно его сравнивать, посмотреть динамику. Если в начале года, на 1 января, у нас была задолженность по заработной плате, по данным Чувашстата, около 66 миллионов рублей, то на сегодня, на 1 декабря, составляет она 23,5 миллиона рублей. Ну, здесь практически, мы видим, сократилось практически в три раза. И долги по зарплате постоянно, практически, я докладываю главе Чувашской республики еженедельно, как идет работа в этом направлении. И на постоянном контроле находится очень много, здесь работает и прокуратура, очень много штрафов, очень много привлечения к различным мерам ответственности. Работают инспекции по труду, значит, и, конечно, это дает результаты. Предприятия какие-нибудь, назовите, вот кто задолжал что-то в республике? Самые проблемные предприятия, эти предприятия, которые находятся в стадии банкротства. Берем вот Чебоксарской типографии номер один. То есть долги где-то около 16 миллионов рублей перед двумя ста работниками. Сергей Петрович, я знаю, что сейчас активно внедряется такая программа по трудоустройству инвалидов. Вот расскажите об этом, как у нас в Чувашской республике обстоят дела. Ну, во-первых, каждый человек должен для себя понимать, что инвалид – это человек, у которого ограничены определенные возможности, и ему нужно именно оказывать поддержку и помощь для трудоустройства. И в этом плане, значит, у нас, если в республике проживает около 85 тысяч инвалидов, и 28 тысяч инвалидов имеют показания к труду, мы постарались дойти до каждого инвалида и предложить ему тот или иной вид работы. Удалось нам это? Не удалось, конечно, оценивать самим инвалидом, но мы это будем делать и буквально звоним, предлагаем уже в период присвоения инвалидности медико-социальной экспертизы, что сразу предлагаем работать. Мы его сопровождаем, помогаем прямо из дома дойти до работы, если он в этом нуждается. На работе закрепляем наставника, чтобы он постоянно за ним следил и обучал трудовым навыкам, и при этом этому наставнику доплачиваем из бюджета минимальный размер оплаты труда. Сергей Петрович, к концу года в социальной политике России произошли серьезные нововведения, когда президент страны сказал о поддержке молодых семей при рождении первого ребенка до полутора лет будут выплачиваться средства, будут выплачиваться пособия. И вот как в Чувашии у нас будет реализовываться этот указ, сколько, может быть, получателей этих пособий, какая сумма, может быть, запланирована на эти цели уже? Ну, вообще это здорово и без такой прецедентной решения, наверное, в российской истории и в советской истории, то, что лидерам, именно лидерам России принято решение, значит, выплачивать при рождении первого ребенка величину прожиточного минимума. Она составляет у нас в Чувашской республике 8 910 на ребенка. И здесь есть одно интересное условие. Выплата будет адресной и с учетом критериев нуждаемости, с учетом дохода семьи. Ее будут получать семьи средний душевой доход, который не превышает полуторакратной величины прожиточного минимума. Примерно, если семья из трех человек, муж, жена и один ребенок, если муж работает, жена и ребенок, соответственно, не работают, то муж должен зарабатывать более 42 тысяч рублей. Конечно, это прежде всего направлено и для молодежи. То есть молодой человек, он сразу не может зарабатывать большие средства, есть определенные трудности, и пока он начнет, наберется опыта, и стаж, и опыта, и так далее. Здесь республика, я хотел сказать, что полностью мы все готовы, мы ждем правила и порядки федеральные, как только они придут. Но это тоже заявительный порядок. Нужно, конечно, написать заявление, нужно принести нам справку о доходе, сколько вы зарабатываете, и, соответственно, свидетельство о рождении можно приносить, мы можем все равно запрашивать в электронном виде документы обороны. Это тоже сейчас несложно, это очень просто. Ну вот и у нас есть же меры... Четыре с половиной тысячи детей мы планируем, что... Четыре с половиной тысячи, да. У нас ежегодно первых детей рождается где-то около 4,700-4,800, то есть где-то процентов 80-85 мы планируем, что будут эти средства получать. Это вот первые дети. Но в России очень давно работают меры поддержки для вторых детей, это материнский капитал. И каждый год, под конец года, да, семьи переживают, кто ждет второго ребенка. Будет ли продлен материнский капитал? Президентом России уже за год, ранее, когда завершается федеральный материнский капитал, было принято решение именно о продлении. Он продлевается до 31 декабря 2021 года. И, соответственно, на уровне республики тоже было принято решение о продлении. Буквально на неделе депутаты госсовета одобрили законопроект, и в республике тоже продлили мы и республиканский материнский капитал, который выплачивается при рождении третьего ребенка, это 100 тысяч рублей. Федеральный материнский капитал пока выплачивается 453 тысячи рублей. Это тоже здорово, тоже будет продлено. Сколько семей получают материнский капитал? Имеют право получать республиканский материнский капитал порядка 10 тысяч семей. Средства в бюджете предусмотрены. Спасибо большое, Сергей Петрович, за интересную содержательную беседу. Вам спасибо. Я напоминаю, что сегодня у нас в гостях был министр труда и социальной защиты Чувашской республики Сергей Дмитриев. Спасибо за внимание. До свидания. До свидания.